Всем привет! Это Едим ТВ. Сегодня, после долгого перерыва, мы снова с вами. Да, сегодня у нас лето, наконец. Что же мы сегодня готовим, Александр? Мы сегодня готовим имама, который того БЛД. Имам упал в обморок, также известный, как имам БЛД. Это в действительности блюдо, которое представляет себе фаршированный баклажан. Есть и туча всевозможных рецептов. Мы будем брать тот, который полезен сейчас. Вегетарианский. Дорогие вы наши. Ну, вы можете добавить туда говядину. Мясо, да. И даже свинину. И даже баранины. Так приступим. Да. Мы будем готовить именно тот вариант, где баклажаны фаршируются. То есть все запихивается вовнутрь. Для этого отрезаем у него краешек попки. После этого разрезаем баклажан пополам. Вдоль. Да, да, да. Вдоль пополам разрезаем. Так, чтобы зеленая пимпочка также разрезалась пополам. Ты следи. Нормально. Все под контролем. После того, как мы располовиним баклажан пополам, на этом дело не закончено. Мы должны их подготовить к обжариванию. Мы их надрежем. Кожа должна остаться в живых, но при этом ты делаешь надрезы всевозможные. Прорезаем мякиш максимально далеко, но не насквозь. Правильно? Старайтесь где-то на две трети, чтобы максимально у вас все-таки не получилось насквозь. После этого будем вмазывать соль. Соль будем вмазывать для того, чтобы баклажаны дали сок. И у них начала меняться структура внутренняя, потому что в данный момент они похожи на губку. И если вы будете жарить их просто на небольшом количестве масла, то... Все, масло быстро попадет внутрь, впитается. Не, оно впитается, но не до конца, и поэтому жариться они даже особо не будут. Они будут просто аккуратно нагреваться. Мы будем сейчас вмазывать соль и заливать их маслом. Насыпаем соль и вмазываем. А это еще помогает от того, чтобы баклажан не был горьким, если он горький? А если вдруг у вас горькие баклажаны? Такое в современном мире встречается редко. А сейчас... А почему они сейчас какие-то генномодифицированные все? С одной стороны, с другой стороны их моложе уже порядком поставляют. Мы выкладываем в какую-нибудь глубокую посуду, чтобы масло не оказалось повсюду. Я буду заливать, а ты будешь дальше вмазывать. Хорошо. Я всегда готов вмазывать. То есть прям пальчиками туда. Важно все хорошенько вмазать, как мы уже выяснили. После того, как пять раз это Саша сказал, вмажем. Так, полчаса они лежат, а что они будут делать в это время? Они в это время равномерно впитывают масло, чтобы оно распределилось. Их можно будет жарить. Отлично. То есть мы вмазали и будем жарить. Да. А в это время подготовим овощи, которые будем запихивать вовнутрь. Перец мы очищаем от семечек. Покажи, игра, как. Там перец с семечками. Ну, твоим способом. Конечно, моим, 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 давай. Тогда сбоку мы отрезаем. Это не мой способ, это его способ. В это время я разрежу лук пополам. После этого надрежу луковицу на маленькие, 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 тоненькие, тоненькие, тоненькие полудольки. Таким образом, чтобы лук остался целым. Видите, он никуда не разваливается. После этого намного приятнее резать мелких-мелких кубиков. Ты знаешь, что ли название «Имам Бейлдэй»? Оно, по-моему, очень простое. Накормили этим блюдом как-то имама. И он такой, типа, упал. И он Бейлдэй сразу. И он упал в обморок. Но у меня у мамы есть книжка с рецептами. Советская, причем книжка старая. Какая-то переводная книжка немецких каких-то авторов. И там в составе есть свинина. Я сначала удивился, а потом я подумал, может, он от этого в обморок упал? Что, типа, так вкусно, так вкусно. А я ему скажу, а там свинина такой, ё-моё, вы что, охренели? И упал в обморок. Вот, я как раз начинаю плакать. И что? И все, и зарезал лук. Вот для чего надо учиться быстро резать лук, ребята. Совмещаем все нарезанные овощи. Да, поедино. В одной штуке. Я мелко-мелко, сначала я крашу чеснок. Вы должны знать, что от чеснока тоже плачут. Да? Да, если вмазывать чеснок в глаза, будешь плакать. Опять за старое. Помидоры мы будем резать так же. Кубик. То есть помидоры сейчас сочные пошли. Наконец-таки настал сезон прекрасных, замечательных помидоров по 60 рублей. А ты где это покупал? Я на теплом состоянии беру. На рынке, да? Да, на рынке. То есть если вы это смотрите, у вас все еще тот же сезон, как и у нас. То есть лето-август. Да. Идите закупаться, сейчас ягоды еще пошли. Срочно. Помидоры ты пытаешься нарезать кубиком. Да. Что-то похожее на кубик я пытаюсь. Несмотря на тщетность этих попыток, потому что они все равно потом превратятся вне кафе. Итак, перцы мы измельчили, лук там измельчили, помидоры измельчили, чеснок измельчили. И это у нас, собственно, все, практически большая часть того, что будет внутри баклажанов. Ну, потому что кроме этого, в баклажанах будут еще баклажаны. Ну, непосредственно. Ну и все. Нужно измельчить кинзу, я так понимаю. Кинза и петрушка. Один к одному. Берем. Ты больше любишь петрушку или кинзу? Кинзу. Я больше люблю разные сочетания, смотря по дашту. Ну, если бы тебе сказали, ты больше в жизни никогда не будешь есть что-то из этого. Что бы ты выбрал? Я бы убил того человека, который мне это сказал. Так, ну что, я измельчаю грецкие орехи кулаком. Прям бить надо? Да. И все. Там должны быть и крупные, и мелкие части просто. А вот по поводу, например, зелени. Хочу тебе сказать, что кинза распространена в мировой кулинарии намного шире, нежели петрушка. Да, потому что петрушка – гавло. Так, измельченные грецкие орехи. Отлично. Та-та-та-та-тадам. По ступеням не снимаем. Вот. И мы можем четко построить дальнейший процесс обжаривания. Вот так. И вот сюда зелень. Паровозик готов. То есть мы сначала обжарим перец с луком. Да. Потом засыпем туда грецкие орехи с чесноком. Потом томатики. Протушим немножко и в конце добавим зелень. Мы перемещаемся в данный момент вдвоем к плите. Даже. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Хоп. Так как у меня баклажаны уже в масле, я масла добавлять не буду. Масла добавим только и в грапу. Пришло время добавить перчик с луком. А ничего, что его так много, и он будет тушиться там. Да, он должен тушиться. Прекрасно. Вот, а в это время я беру баклажан и проверяю, нагрелась ли сковорода. Нагрелась. Сначала обжарю хорошенько с той стороны, где у нас плоская часть. Потом буду доводить немножко с другой стороны. До кипения. Практически. Так, чтобы у нас подложка оказалась плоской, чтобы они сразу не разваливались во всю сторону. Добавляем зиры, также известная, как кумин. Аромат-то какой, а! Баклажаны жарим где-то по 4 минуты, с каждой стороны. Овощи спассировались. Да. Пришло время добавить чеснок. Чеснок и орехи. И грецкий орех. Буквально минут 10, наверное, у нас он заняло. Чеснок, как известно, сильно зажаривать не надо. Немножко перемешали. Ну, все, да? Все. Прошло где-то сколько? Вы посчитали? Груто, где полминута. Секунд 15 даже, где-то так. Томатики пошли в ход. Я надеюсь, он руки мыл. Ну, когда-то мыл точно. Пожалуйста, пей. Граци. Это эпизод нашего выпуска называется «Саша выпивает сок от помидоров». Берите овощи разных цветов. Допустим, перец берите либо желтым, либо зеленым, так, чтобы у вас в итоге блюдо было богатым на цвет. Помидорки мы тушим до тех пор, пока они у нас, во-первых, не отдадут мякость в большей степени, чтобы они практически в пасту превратились. Жир становиться уже не будет, за счет того, что там орехи. Поэтому сейчас мы можем смело добавлять зелень, после этого солить и перчить. То есть в самый последний момент добавляем зелень. Петрушку с кинзой пополам. Можно мяты немного сюда добавить. Я же в это время активно добавляю черный перец. Перец в большей степени дает аромат. У нас просто зелень, иначе все забьет. Баклажаны обжарили, мы их подрежем, обсушим немножко от лишнего масла и выложим на противень, после чего будем фаршировать. Вот я возьму большой баклажанчик. И вот так начну слегка вырезать. Эту обжаренную часть можно мелко нарезать и добавить уже как раз-таки в основную часть. У нас вот такие вот страшные чашечки получаются. А, больше надо вырезать. Да. Выкладываем. Хватаем салфетки и сушим. Промакиваем. Промакиваем. Или промакиваем. Все, что мы выкинули из баклажанов, мы сейчас засунем обратно. Половину. Все это мы выбрасываем в сковородку, в которую у нас поматы и всякая фигня. Все овощи. Нужно теперь самое главное сделать. Начинить баклажаны внутренностями вот этими овощными. Вот мне смежнили. Ты чего страшно? Выкладываем. Фактически с горкой. Ну, надо, конечно, попарить, прикидывать, сколько там. В зависимости от того, сколько у вас получилось начинки. Ну да. Какие-то баклажаны будут просто высыми. Ну, это реально веганское полностью блюдо получается. Прям веганы должны быть довольны. Среди вас много веганов? Напишите в комментариях, кто из вас веган. Ну, или хотя бы просто не ест мясо. Давно ли вы почувствовали какое-то улучшение настроения, здоровья или еще что-то? Ты собираешься? Нет, я просто, мне интересно, я всегда спрашиваю. Никто не отвечает? Ну, да, они все умерли от нехватки мяса, потому что. Баклажаны прекрасно отфаршированы. Да. Отправляем их в духовку минут на 15-20. Температура 180 градусов, время в полете 15 минут. Погнали. Садимся через 15 минут. Едим, что ли? Едим. Так, ну что, подушки взял? Подушки? Ну, если билды, то надо хотя бы на мягкое подать. А, прям. Это очень вкусно. И даже есть острота. Видимо, это килограммы черного перца, которые засыпают. Определенно. Я думаю, этим можно пельмени фаршировать. Ну, вареники. Смотрите, это прекрасный ужин на 200 рублей. Да. И главное, что все свежие продукты хорошие. Покупайте на рынке каком-то там. Это было очень вкусно. Спасибо, Саш. Пожалуйста. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в Фейсбуке, на наш канал на Ютьюбе, на наш Инстаграм. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска – Клуб Квестов. Мы открыли сегодня новый квест. Называется «Сингулярность». Самый технологичный квест в мире. Да ладно? Самый технологичный квест в мире. Точка. Ну, и супермаркет «Зомби» тоже крут. Вопросов нет. Так что приходите. Если вы скажете, что это от Евграфа, скидка 500 рублей. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы не поняли, мы шутили о том, что вмазать – это так же, как будто выпить. Понимаете? Алкоголь, баклажан. А еще баклажан похож на член. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА